Они, вот это поколение, которое вы сейчас набрали, отличаются, скажем, от людей, которые шли в профессию, ну, 20 лет? Конечно, отличаются. Чем? Отличаются. Они более искушенные, у них... Раскованностью, свободой, да, меньше зажатостью, больше свободой. Это точно. Этим отличаются, прежде всего, вообще открытостью к миру большей. Но при этом, наверное, меньшим, как минимум, литературным багажом. Все-таки сейчас читают меньше. Я не говорю даже, что это плохо. Да, ну, знаете, что... Нет, это плохо. Вот я считаю, что это плохо. Вот вы не говорите, что это плохо, а я говорю, что это плохо. Другое дело, что, может быть, вот с этим набором, вот на этот раз, мне, может, немножко больше повезло, потому что у меня нет ощущения, что они, ну, такие, так сказать, просто антисанитарно темные, как у меня бывают иногда. Ну, просто как бы вот бывают иногда у меня абитуриенты и студенты на первом курсе. То есть они, вот бывает, кто-то вот слез с дерева, а кто-то даже еще и не слез. Прямо, ну, совсем ничего не знают. Ну, как они закончили школу, я просто поражаюсь. На этот раз, ну, картина все-таки не такая ужасающая, мне кажется. Вот я их заставляю писать каждую неделю сочинения и по поводу летних каникул, и по поводу поступлений. И вообще их заставляю литературно, письменно описывать каждую неделю. Самые сильные впечатления недели. А этот зачем актеру? Ну, здрасте. Ну, а актер-дебил, да? Он вообще разговаривает на родном языке недолго. Почему он должен... Нет, складывать слова во фразы, это совершенно отдельное ремесло. Нет, не отдельное. Нет, это умение высказаться. Вы считаете, что актеру это нужно? Абсолютно. Не, ну, если актер, так сказать, вы думаете, что его нужно ночью в лесу на водопое снимать, когда он подходит. И вообще тот, кто снимает артистов, тот с Гуриди, это такой был замечательный оператор, когда снимают диких животных, у Джуни, к ним нужно подкрадываться сзади и как-то их снимать, пока они кушают. Нет, 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 это все-таки нет, это ошибка. Да нет, это вообще хорошо бы из них сделать культурных, вообще цивилизованных, культурных людей. У актеров должна, вот вы сказали про животных, вот у них должна быть пластика. У актеров же должна быть пластика, у актеров должна быть мимика. Причем здесь умение сформулировать какие-то... Актер же должен сыграть. Зачем он должен уметь... Для того, чтобы сыграть, он должен понять, ведь он должен сыграть то, что у него попросит режиссер. А режиссер, он все-таки к хомо-сапиенсу относится. Он должен же все-таки воспринять мысли, которые говорит режиссер, для того, чтобы он понял, артист, то, что просит у него режиссер, а режиссер иногда просит непростые вещи. И классику приходится играть артисту, и какие-то высокие роли, а и Гамлета иногда, понимаете, значит, артист должен быть как-то, ну, вот не с таким выражением в лицах, как я сейчас показал, а еще ему иногда надо поспорить с режиссером, а иногда и амбиссить ему какие-то свои сложности, понимаете, а иногда, не дай бог, со зрителями встретятся, а с зрителями тоже попадаются умные люди, знаете про это? Вот, понимаете, а то вы сейчас и про зрители скажут, что они как кошки у них должно быть, вот только, они будут иметь высшее образование, но стыдно же, когда человек, который выходит из высшего учебного заведения, не умеет грамотно излагать свои мысли. Вы знаете, есть масса, допустим, музыкантов, музыкантов гениальных, которые не знают нотную грамоту, которые могут напеть на диктофон мелодию, это же, мы же говорим о штучном даре. А зачем же вы мне рассказываете о всяких уродливых примерах? Ну, это же все, нет, ну, потому что, ну, зачем же, ну, зачем же мне, ну, понятно, что есть, наверное, артисты, которые двух слов связать не могут, а играют. Нет, они могут выучить роль и блестяще ее сыграть, но это же не то же самое, что самому. Ну, зачем же вы мне рассказываете о патологических случаях? Ну, понятно, есть такие насмешки, так сказать, природы. Ну, для чего же это ставить во главу? Нет, ну, это же примеры для ублюдков. Это вот ублюдок будет говорить, ну, вот, вот этот гений ничего не умел, кроме так гениальный, а играл гениально. Поэтому и я, ну, значит, тогда вот Высоцкий был пьяницей, и я буду пьяницей, понимаете, да, вот, понимаете, Шукшин пил, поэтому я пью, и я вроде как Шукшин. Ну, правда же, ну, зачем же такой логики придерживаться? Милаша Формана подбегая астракизму, когда он снял фильм о Модей, о Моцарте, потому что Моцарту он там показал достаточно примитивным существом, но человеком, который может извлекать вот оттуда из космоса гениальные мелодии. Это же все-таки это искусство, это творчество, то есть хорошо, когда актер может еще прекрасно излагать свои мысли, зафиксировать. Но это же все-таки не самое главное, мне кажется. Или Вы считаете, что культурный багаж это для Ваших студентов определяющее? Нет, это, знаете что, это необходимо сопровождающее. Не хочу я иметь дело ни как коллега-артист, ни как режиссер, который ставит спектакль, с темноголовым, так сказать, я сейчас не... Вы не заводитесь, я же... Нет, ну, с каким-то, с двумя извилинными ублюдком, который не может ни одну серьезную мысль воспринять. Это видно на самом деле. И из зала в 99% случаев бывают гениальные исключения, гениальные. Но это исключение, которое только подтверждает правил. Хорошо. Понимаете? Ну, понимаете, ну, я уж даже сейчас буду говорить, как какой-то чиновник. Просто артист, отечественный артист, выходящий из высшего учебного заведения, заканчивающий его, это работник культуры. Работник культуры должен быть культурным человеком. А то это как, значит, а то, алло, прачечная, прачечная, фигачная, это Министерство культуры. Понимаете, вот чтобы так не было, это не потому, чтобы он работал в Министерстве культуры. Ну, просто он разговаривать должен лучше, если он умеет разговаривать. И если он сложный, интеллигентный, интеллектуальный разговор понимает, а не не понимает. А вы мне лучше покажите, я тогда сделаю. Ну, можно, конечно, и так. Понимаете, можно на языке, так сказать, диких зверей. Ну, зачем? Это же, так сказать, варианты уже медицинские, даже, случаи. Ну, ну, бывают, конечно, такие. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».